23 апреля на московском ипподроме состоялись 12 заездов. Записка получилась ровной, и почти во всех заездах шла увлекательная борьба за победу до самого финиша. Не обошлось без неожиданностей. В результате в игре 6 побед выигрышных билетов не оказалось. Открыл день – заезд трехлетних орловцев, самый сильный среди участников, была, разумеется, фижма, на которой ехал Алексей Гришин. На этот раз мастер не стал ничего выдумывать и легко победил с места до места. Во втором заезде среди трехлетних лошадей выделялся купленный в Америке таймал Гуру. Его уверенно играли на первое место. Однако с самого начала все пошло не так. На стартовой прямой американец боил и отстал метров на сорок. Лидерство захватили также американец Линди Лап и отечественный Май Дарлинг. Обе лошади среди игроков особой популярностью не пользовались. На противоположной прямой фаворит догнал лидеров. Для этого ему пришлось пробежать полкруга примерно за минуту и две секунды. На финишную прямую первым вышел Май Дарлинг под управлением Элнура Хурамшина. За ним таймал Гуру. Все ждали решающей атаки со стороны американца. Но ее не случилось. Все силы были отданы при ликвидации стартового гандикапа. Итак, сенсационная победа Май Дарлинга. Таймал Гуру – второй. Линди Лап – третий. В третьем заезде началась игра шесть побед. Состав участников был очень ровный. Как минимум шесть лошадей имели реальные основания претендовать на победу. И вовсе не потому, что все они находились в великолепной форме. Скорее наоборот. Большинство участников этого заезда испытывают серьезные проблемы. Многие вышли на старт после значительного перерыва. Фаворит Кассе – Канцлер уже в первой четверти перешел на неправильный ход. Вторая лошадь по игре – Любор по дистанции вообще не проявляла никакой заинтересованности бороться за победу. Пекарь, игравшийся третьим, в первой половине дистанции заметен не был, но затем сделал бросок и вышел вперед. Казалось, все закончится очередной победой Ольги Исаевой. Но на финишной прямой Пекарь сбился. Впереди оказался Алексей Гаськов на арте. Он и победил. 13.70 в Одинаре. На втором месте Кабул, Любор – третий. На четвертом месте хорошо финишировал Брянск, сбросивший 9 секунд. Видимо, это далеко не предел для него. В четвертом заезде на старте потеряли одного из фаворитов – Геркулеса Лок. Что с ним произошло – неведомо. Но пропажу обнаружили сильно после заезда, когда уже были произведены выплаты по тотализатору. Поток долго и нудно объявляли, что возврат все-таки будет, и какой именно. В итоге деньги вернули уже после окончания бегов. Короче, обычно после такого ЧП встает вопрос о соответствии руководителя тотализатора своей должности. А победил Александр Десяев на «Репортере». В пятом заезде бежали орловцы старшего возраста. Среди них был кураж, установивший в свое время на Алтайском Среднегорье нереальный рекорд для четырех леток – 2.01.2. За следующие три года ничего похожего на свою рекордную резвость он не показывал. Вот и на этот раз он бесславно закончил дистанцию четвертым с резвостью 2.14.2. А победил неутомимый застой под управлением Вадима Шаховцова. Посмотрев на состав участников шестого заезда, с большой вероятностью можно было утверждать, что здесь бежит будущий дербист. В самом деле на победу претендовали победитель приза гибрида Айнека Че, зимний дербист Лефорт Син, а также обладатель приза Рангоута – президент Лок. Я уже много раз высказывал мнение, что именно президент – главный фаворит дерби 2017. Заезд только подтвердил правомерность такого прогноза. У президента по дистанции не возникло вообще никаких проблем. Он победил легко и непринужденно. Пожелаем Раилю Габрашидову, чтобы и дальше у них с президентом все было столь же безоблачно. И чтобы главной проблемой для Раиля стало не запутаться в выборе между президентом и провансом, который тоже выглядит очень перспективно. Итак, в это воскресенье президент финишировал первым. Рефорт Син – второй, находящийся в прекрасной форме Селена – третья, а Айнека Че на четвертом месте. Видимо, сказывается зимний отдых. В седьмом заезде для Орловских четырехлеток фаворитом разыграли Фламандца, у которого до этого было две победы к ряду. Уж не знаю почему, но публика совершенно позабыла о силе его соперниц – Отличница и Парчи, которые неудачно пробежали две недели назад, но класс их никуда не испарился. В итоге Фламандец в правом повороте сделал проскачку. Парча под управлением Дениса Осипова оторвано победила, а вот Отличница снова выступила неудачно, завершив дистанцию только третий. На втором месте Культ. В восьмом заезде бежали лошади старшего возраста. Без проблем победила Лариса Танишина на выступавшем под нулем Фромзе Вауте. На втором месте французская Каданс Мажик. Девятый заезд завершился сенсационно. И дело даже не в том, кто победил. Главное, какая резвость при этом была показана. Бежали трехлетки. Очевидным фаворитом с рекордом 2,4,9 был выступавший под нулем мистер Лаки Че. В кассах первой лошадью играли Антверпо на РМ с рекордом 2,7,9. У сына Нансаченко Трона, на котором выступала Марина Воробьева, время было намного скромнее – 2,11,9. Со старта в борьбе повели Трон и мистер Лаки Че. Бежали очень резво. Все четверти в районе 31 секунды. Борьба за победу шла до самого финишного столба. В итоге Трон на четверть головы опередил мистера Лаки Че. Резвость обеих лошадей – 2 минуты 3,5 секунды. Повторю, это трехлетки. И месяц – апрель. Впрочем, может быть, настало время перестать уже удивляться подобным секундам и считать нормой как раз их, а не унылые 2,8, 2,10. Напомню, что для трехлетких лошадей в Северной Америке резвость в районе 1,55 – довольно средний результат. Упорная борьба до последних метров дистанции велась и в следующем заезде. На этот раз соревновались трехлетние орловцы. По дистанции резво водил сын куплета Пермский Нальчик. Его основной соперник алтайский легионер вначале коротко сбоил и был вынужден догонять лидера. Надо сказать, что Вадим Кулыгин проявил завидное упорство и мастерство. У самого столба легионер все-таки опередил Нальчика, который не выдержал борьбы и сбился. Предпоследний заезд также подарил любителям бегов захватывающий финиш. За первое место боролись Константин Пучков на «Загранице» и Софья Барабаш на «Неигранной Золотой». В итоге Золотая одержала свою первую победу в карьере. Уже в который раз лошадь под управлением Барабаш выигрывает в казалось бы безнадежной компании. На мой взгляд Софья талантливый профессиональный наездник. Жаль, что мы редко видим ее на дорожке. Ну а в игре шесть побед после этого заезда образовался котел, который разыграют в понедельник 1 мая. В воскресенье бегов не будет. В последнем заезде состоялась семейная пара. Победил Илья Исаев на «Легион Фэйли». На втором месте Ольга Борисовна Исаева на «Pride Pass Cine».